Так, ну пройдём, встанем сюда вот. Смотрите в этом эпизоде! Можно, в принципе, сюда вот ходить, посмотрим, что там у нас происходит. А там очень круто! Ой, как страшно! Лозищи светятся! Приличные девушки в такие подозрительные места без провожатых не ходят. На чём мы остановились? Покатаемся в лифте! Что там санитарка говорила? А, кнопку не перепутать! Это обязательно! Кнопку нельзя путать! Опа-на, в лабораторию пришли! Подписываемся, друзья! Оставляем комментарии, жмём на колокольчик! Не забываем, что мы... Не нравится мне выражение лица! Чтобы видеть всё это впереди! На Кавказе вино пьют из рога! А в больницах, видимо, из этого! Из утки! Или из судна! Это, по-видимому, баллон с кислородом! Надо брать! Пригодится! Обязательно! Резиновый шланг – вещь в хозяйстве незаменимая! Может быть, это... Может быть, это... Подписываемся, друзья, на канал! Ставляем комментарии, ставим лайки! Делимся с друзьями! Итак, кинокомпания Бока! Интертеймент! Совместно... ...с компанией... Катурн Плюс представляют! Так, ну что, друзья, загружаем игру! Ну что, мы остановились? Да! Так, напоминаю вам, что здесь мы нашли колечко! Примерили, хотели примерить, но его здесь нельзя примерять, поэтому пойдём обратно вперёд! В эту арочку! Туда, где у нас сумрак! Так, ну пройдём, встанем сюда вот! Можно, в принципе, сюда вот сходить, посмотрим, что там у нас происходит! А там очень круто! Ой, как страшно! Возищи светятся! Салат... Привычные девушки в такие подозрительные места без провожатых не ходят! Так, ясно, да, друзья? Смысла не было туда ходить, но, в принципе, мы сходили! Ладно, сейчас будет один крутой дядька, с которым мы познакомимся! Так... Надели перстень! Встать лицом к сумраку и надеть перстень! Или потереть! Забыла уже! На всякий случай надену и потру! Короткая девичья память! Вот так! Сейчас тут дядька серый будет у нас! Боже ты мой! Это ещё что за шуточки? Кстати, очень интересно! Сейчас будут диалоги, которые каждый будет за свою сторону говорить! И думать! Вот это тачка! Почище, чем бронепоезд колчаковский кирдык! Ага! Какие проблемы, сестрёнка? Вам это покажется странным, но мне сказали, что только вы поможете мне достать тёмного Хайникина! Сделать это реально! Но... Деморойно! Сядай благородно! Прыгай в тачку! Проветримся! Ну вот тебе и извозчик! Так, сели в машину и поехали! Тебя как зовут-то? Анка! Друзья иногда называют Анка-пулемётчица! Но можно просто Аня! А меня понимаешь, как только не называют! Кто Гэндальф серый? Кто Батьк Харон? А некоторые вообще... Хе-хе-хе! Пасечник! Нет, ну ты прикинь! Хе-хе-хе! Поняли, друзья? Это пасечник! Вот у нас и пасечник появился! Со смеху сдохнуть от этих клоунов можно! Вот такой я весёлый человек! Ладно, поехали! Каждая в своём говори! Как раз надо Светлого! Я правильно въехал! Твой кореш собирается побаловаться со Светлым Гошером! В натуре! Ты ещё скажи, что твой командир хочет побаловаться с Тёмным Хайникином! Верно! Как вы догадались! Вот действительно видно, что вы специалист в этом вопросе! Не зря мне посоветовали к вам обратиться! Мощно! Выходит, эти твои чуваки настолько в понятии их секут, что без балды могут ухайдохать и Великого Светлого, и Великого Тёмного? Я не очень поняла, что он говорит! Это им расплюнуть! Эй, я заслышал, заслышал! Погоди, погоди, погоди! Но ведь и Гёссен, и Хайнкин они же вообще над законом! Про них же ранги немеряны! Ну да, просто ребята просили им самого лучшего добыть! Обалдеть! А ты сама-то за какое дело Мазу бы держала? За светлая или за тёмная? Лично я симпатизирую красному! Хотя, конечно, на вкус и цвет товарищей нет! Круто! Как говорят культурные люди, я фигею! Да уж! Ну сейчас они поговорят, я ремарочку сделаю! Вникай, подруга! Это единственное место, где можно найти тёмного Хайнкина! Успеха! А как же вы? Вы мне не поможете? Ты же тут пальцы гнула, что твоим друзьям Хайнкин, мол, только на один зуб! А я, извини, конечно, во все эти разборки не вмешиваюсь! Вот как! То есть довести девушку до места, это мы можем! А помочь, как это ты говоришь, реально, пороху не хватает! Порох тут ни при чём! У меня не хватает бензину! Бензину? А зачем тебе бензин? Чтобы уехать! Ты что, наркоман? Токсикоман? Кажет в своём! Попутала ты меня, подруга! Я водитель! А бензину почти не осталось! Так что мне срочно на заправку надо! Кто их застряду? Ну, бывай! Короче, вы поняли, друзья, да? Этот серый разговаривает про тёмного и светлого этих высших, которые управляют тут в мире в этом. А Анка-то разговаривала про пиво, которое ей нужно Петьке и Василий Ивановичу достать. Ну, короче, вы поняли, да, друзья? Ладно, идём дальше. Надо посмотреть на вот это объявление, рекламный щит. Прочитать его. Что это? Ага, объявление. Ресторану срочно требуется... Кто может требоваться ресторану? Прежде всего, клиент. Я бы на полставки с радостью бы поработала постоянным клиентом. Или, скажем, дегустатором широкого профиля. Но наверняка эти должности уже заняты. Итак. Ага, ресторану срочно требуются официантки. Ха, это идея. Так, ладно, ну что, теперь нам нужно идти вот в этот бат, который называется почему-то Вантус. Ну, посмотрим, что тут у нас. Знаете, а мне даже нравится. Живенько так. Вот только где же мне пиво-то найти? Ну, хоть убейте, не знаю. Так. Какой-то у нас тут стоит трейлер. Подписываемся, друзья, жмём на колокольчик и оставляем комментарии. Жмём на колокольчик. То что ж тогда за дверью? Очень хотелось бы знать. Понятно, да? Сюда мы пока не... Хм. Ни шагу не можем сделать. Ясно. Ладно, пойдём. Будем устраиваться официанткой. Так, ну что, проходим дальше. Нам этот товарищ шкелет не нужен. Так, давай сразу подберём вот этот вот жетончик. Приберу, пока этот номерок не потерялся безвозвратно. Да-да-да. И идём на кухню. Будем разговаривать с поваром. С шефом-поваром. Так, поговорим. Ой, что-то только нет. А ведь я при кухне росла. Кулешом пропавшая. Меня овсянкой пытали. От запаха каш меня вообще подташнивает. Так, ну что. Выжираем вторую часть. Хочу устроиться к вам на работу. Я хочу устроиться к вам на работу. А кто вы по специальности? Фу, тараканы бегают. А мы по специальности. Какая разница? Вам же нужны официантки нужны? Какая разница? Вам же официантки нужны? Ой, бегают, тараканы. Откуда ты взяла это? Ой, кошмар. Вот это кухня. Так, здесь мы выбираем объявление прочитала. Объявление прочитала? Грамотная, значит. Хорошо. Возьмем тебя официанткой. Имей в виду. Напутаешь чего, сразу читать разучишься. Уж бегло точно, ясно? Ясно. Тогда что ты тут торчишь? Ступай навстречу клиенту. И не забудь поднос. Так, а чего у нас тут есть? Так, тут у нас бидоны с какой-то кровью, наверное. Первая, вторая, третья, четвертая группы. Дальше. Свинские морские копченые. Внутренности толченые. Пюре радость сантехники. Хвосты мамонтовые. Репа пареная. Хрящи верблюжьи и струганые свеженина. Фу, какая гадость кругом сплошная. Ладно. Отправили нас работать, а то еще получим. Похлебало. Так. Вот и первый заказ. Нужно проявить выдержку, и тогда все обойдется без слов. Так, друзья, здесь нужно все запоминать. Посетитель должен уйти живым. Если только он пришел живым. Друзья, советую вам взять ручку-карандаш, листочек бумаги и записывать внимательно заказы. Иначе придется все сделать сначала. Итак. Первый заказ сюда. Слушаю ваш заказ. В ассортименте есть острые, холодные, национальные закуски. Будьте добры. Порция пюре радостной техники. Отлично. Уже несу. Радостной техники. Пока все просто. Так. Радостной техники. Не иначе, как толченые фильтровые прокладки из городского отстойника. Ну, взяли. Все, отлично, пошли. Подписываемся, друзья. Жмем на колокольчик, оставляем комментарии. Делимся с друзьями, товарищи. Что вы принесли? Я ничего не заказывала. Это ваш заказ. Не ваш? Ну, извините. Не в ту кабинку зашли. Вот, пожалуйста, ваш заказ. Спасибо. Девушка, что вы делаете сегодня вечером? Чай пью. Намек понял. Вот вам на чай. Вот как. Заработали первую копейку. Вот, видите? Отлично. Так, следующий заказчик. Слушаю ваш заказ. Писаем. В ассортименте есть острые, холодные, национальные закуски. Мне, пожалуйста, порции толченых внутренностей и стакан крови первой группы. Суслятинки точно не хотите? Толченые внутренности и первая группа. Отлично. Так, берем кровь первой группы. Первая группа самая донорская. Она всем годится. Потому по цене самая доступная. Так, и что у нас там идет? Толченые внутренности. Внутренности толченые. Какая гадость. Внутренности чего? Лучше не задумываться об их происхождении. Так, а тут, наверное, может быть еще и порядок поважен. Ну-ка, проверим. Вот, пожалуйста, ваш заказ. Спасибо. Девушка, а что вы делаете сегодня вечером? Чай пью. Намек понял? Вот вам на чай. Вот так. Еще копеечку заработали. Так, следующий заказчик. Опять мы туда же идем. Заказывайте, пожалуйста. От себя рекомендую суслятину холодного копчения. Будьте добры. Порцию париной репы, две порции копченых морских свинок. Одобряю ваш выбор. Сейчас принесу. Париная репа и две морских свинок. Если бы красота убивала, то в мире никого бы не осталось. Ну, конечно, кроме меня. Да. Итак, париная репа. Архаичный продукт. Расчет на самого изысканного гурмана. И две порции. Слышала я также что-то про морских коров. Но какие морские козлы все это едят? Морские свинки. И еще раз. Свинки морские копченые. Фаршированные икрой заморской баклажанной. Так, погнали. Куда? Сюда тоже, да? Не, сюда. Кушать подано. Садитесь, пожалуйста. Ай, спасибо. Люблю повеселиться. Отлично. Запомнили. Вот тебе за быстроту обслуживания. Так, четвертое. Опять к этому грузину идем, да? Заказывайте, пожалуйста. От себя рекомендую суслятину холодного копчения. Будьте добры, а! Порции толченых внутренностей, порции копченых морских свинок, стакан крови первой и стакан крови четвертой группы. Кровь слегка свернувшаяся. Ничего? Хорошо. Сейчас принесу. Так, записали. Это четвертый заказ. Так, молченые внутренности. Раз. Вдруг там то, что я думаю. В таком случае меня ждет обморок. Так, молченые внутренности взяли. Корченые морские свинки. Свинки морские, утопленные в районе Курильской гряды и выловленные сингапурским сейнером в районе острова Болит вместе с кашалотом, внутри которого и находились до самого последнего времени. У! Так, ладно, первая группа. Первая группа подходит для коктейлей. Перемешивается с чем попало. И четвертая группа. Четвертую группу на десерт обычно просят. Группа редкая, дорогая. Свежую ее почти нереально достать. На рынке бывает в основном в консервах. Фу, тараканы бегают. Ладно, пошли. Так, ну-ка, дядьки. Кстати, если не успели записать, можно повторить. Ай, спасибо, люблю повеселиться, особенно пожрать. Вот тебе и за быстроту обслуживания. Так, это оксатый заказ. Опять он. Елки-палки. Какой он прожорок. Что будете кушать? До хлятина фаршированный не хотите? Я бы хотел. Два стакана крови первой и один стакан крови второй группы. И две порции копченых морских свинок. Уже бегу, спешу. Два стакана морских свинок. Ух. Так, первая. Две порции. Первая группа самая донорская. Она всем годится. Потому по цене самая доступная. Еще раз. Первая группа подходит для... Так, первую в две штуки. Вторая группа. Вторую в первую хорошо добавлять. Удачно дополняет вкусовую гамму. Ага. Так, теперь. И две. Свинки морские. Слышала я также что-то про морских коров. Но какие морские... Так, как мы слышали. Еще раз. Свинки морские копченые. Так, а мы потом слышали. Фаршированные икрой за... Отлично. Идем, мы носим заказ. Так. Главное еще не перепутать, по кому занести. А то вы увидели, что происходит и произошло. Вот ваш заказ. Приятного аппетита. Ах, какой запах, а. Все такое горячее. Местами даже еще щавелится. Вот вам на чай. Спасибо. Не за что. Опять он. Дальше нам какой-то обжора. Записываем. Я вас слушаю. Будьте добры. Две порции мамонтиных хвостиков, порцию толченых внутренностей, три стакана крови, два первой и один второй группы. Хорошо. Одну минуту. Одну. Давай. Итак. Два. Мамонтовы хвоста. Хвосты мамонтиные. Два штукты. Запекаются в хоботах целиком. Затем отделяются от тушки. После чего купированный мамонт передается в ласковые руки палеонтологов. Так. Еще раз. Скорее всего, хвосты слоновьи. Так дешевле. А проверять все равно никто не будет. Слопают, а потом еще хвастать будут, как мамонтиного хвоста отведали. Так. Полученые внутренности. Ах, передайте повару, что его внутренности сегодня особенно хороши. Так. Два стакана. Первая группа. Первая группа самая донорская. Она всем... Отлично. Мы это знаем. Первая группа подходит для коктейлей. Перемешивается с чем попало. Так. И вторая группа, пожалуйста. Пытался тут как-то один подгулявший клиент смешать две порции второй крови. Думал, что у него четвертая получится. Все на арифметику ссылался. А арифметика что? Абстрактная наука. Так. Отлично. Ну что, пошли. Это у нас шестой заказ. Дай бог, чтобы мы ничего не напутали. Так. Пока мы идем, подпишитесь под канал, друзья. Вот, пожалуйста, ваш заказ. Спасибо. Девушка, а что вы делаете сегодня вечером? Чай пью. Намек понял? Вот вам на чай. Так. Отлично. Ну что, теперь у нас повар куда-то свалил. Там нам надо будет кое-что забрать. Нет повара, нет проблем. Отлично. Вот стоит бутылка водки, надо ее забрать. Хотя-то нам нужно пиво, но водочку возьмем. Она нам еще пригодится. Ага, цензура. Вообще-то мужики хотели пиво, но, вероятно, водка у них выветрилась из головы. А как попьет пиво, сразу вспомнят. А мне же иди ищи, а я вот уже нашла. Ну, эта водочка тебе еще в другом месте пригодится. Так, ладно, выходим отсюда. И, друзья, мы, наверное, на этом сегодняшнюю часть закончим. Потому что я так много времени у вас занял. Офиги у нас ждут еще много-много интересного. Надо будет поговорить с этим товарищем. Ну и так далее. Итак, сохраняемся. Сохраним игру. Отсюда вот на четверочку сохранимся. Отлично, да. И выходим из-за горы, друзья. Выход из-за горы, да. Смотрите в следующем эпизоде. Вот, куда мы попали? Берлогу. Прости за каламбур, Боба. Но ты в нашем деле темная лошадка. О, наша ловочка здесь. Или ты выпьешь пилюлю, или я вынужден тебя убрать. Я не хочу, чтобы такой хороший мальчик, как ты, погиб, ибо тебя ждет великое будущее. Ты станешь великим черным магом. Но выбор, конечно же, за тобой. Простой выбор между таблеткой и смертью. Будешь пить? Ну, прям тоже он какой-то. Не будет, сволочка, пить. Итак, пока, друзья. Встречаемся в следующем эпизоде. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok